Слава Украине! Привет всем от Павлованского! По поводу налета сегодняшнего ночного у Путина было недержание очередное и они послали кучу шахедов в сторону Киева и в сторону Одесской области. Перед этим они в течение целого дня, ну по-моему было 4 или 5 тревог в Киеве, только по другим областям не скажу, то есть они как бы имитировали атаку с тем, чтобы нарушить нормальную жизнь, ну я могу говорить за Киев, с тем, чтобы нарушить нормальную жизнь киевлян, ну киевляне уже мало честно говоря на эти вещи реагируют, хотя жаль с другой стороны, вот, но тем не менее Киев работает, все бизнес, все работает, все нормально, абсолютно никаких проблем не испытываем, кроме транспортных, потому что останавливается транспорт, конечно, я имею ввиду наземное метро, а там где закрытые участки, естественно, ходит, вот, и это, это действительно, спричиняя великие проблемы, я имею ввиду вот именно то, что останавливается транспорт, да, и вот это было в течение целого дня, это же, это же они за Москву мстили, хотя, что тут мстить, выводите войска из Украины, и все, и Москва будет в спокойствии, так вот, значит, если вы думаете, что вот этим вы каким-то образом сможете предотвратить атаки на Москву, ну, вы глубоко ошибаетесь, их будет только больше, да, так вот, а ночью послали шахеды, кучу шахедов, было сбито только 23 штуки, по-моему, 10 под Киевом, парочка в Киеве, уже тут прямо одна в Соломенском районе упала, сбито это, как мы называем, мопедиха, вот, второй мопед завалили, то ли в Голосе, в Святушинском, по-моему, районе, не столь даже и важно, погибших нет, ущерб в Соломенском районе был нанесен зданию офисному, ну, все, я думаю, видели уже 20 раз эти фотографии, офисное здание там покоцало немного стену, на этом все бывает, починят очень быстро, это не проблема, погибших, раненых я не слышал, в Святушинском районе, насколько я понял, вот, обломки этого шахеда упали на дерево, и оно загорелось, вот, тоже было такое, ну, то есть, в Киеве, скажем так, разрешения были минимальны, и это уже от сбитых этих шахедов, а вот, что касается Одесской области, там тоже сбили много шахедов, но, видите, долетело по элеватору, они же мерзавцы, они целенаправленно бьют по зерновым возможностям, и ударили по элеватору в Измаиле, и несколько шахедов туда долетело, то ли один, то ли два, сейчас мы этого не знаем, но нанесен серьезный ущерб, сильно поврежден элеватор, был пожар ночью, это было все, я не знаю, как в Измаиле, ну, приблизительно в то же самое время, в Киеве тревога была 3.20, 3.30, где-то так, и было, что, до 4 утра, вот, то есть, мы так это посматривали в небо, но, единственное, что я лично услышал, это парочку от работы к ПВО, ну, прилетов в Киеве не было, вот, ну, а, я же говорю, о тревоге, так, целый день, вот, сегодня утром встали, еще раз они имитировали атаку на Киев, и была в Киеве еще одна тревога, по-моему, она была по всей Украине, сейчас говорить не буду, но, по-моему, она была везде. Таким образом, маршисты пытаются каким-то, знаете, каким-то фельдбобером отомстить нам за то, что прилетают по Москве, ну, почему по Москве прилетают, потому что вы напали на Украину, а танго всегда пляшут двое, вы напали на нас, соответственно, получили по зубам. Мне так понравилось, как он вчера говорит, нет, надо прекратить атаки по Москве, ага, ща, 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 да, конечно. Чтобы прекратить атаки по Москве, есть только один рецепт, вывести российско-фашистские войска за границы 1991 года. Все, атаки прекратятся, во всех остальных вариантах атаки не прекратятся, и будут продолжаться до полного вывода российско-фашистских войск с территории Украины, международно признанной, включая, само собой, разумеется, Крым. Все остальные варианты от Лукауа. И, кстати, там вот сейчас в Севастополе что-то там кричат, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Но, вы знаете, мне кажется, что отработка должна быть все-таки в первую очередь Москвы, потому что Путлеру хорошо, когда, знаете, холопов где-то там на выселках, да, штурляют. Вот. Он это не чувствует в Москве, ему вообще плевать на этих холопов, поймите правильно. А вот когда холопов штурляют непосредственно на Москве, и при этом объясняют холопам, что, смотрите, это все может прекратиться в один момент. Выводите войска вон с Украины, и живите спокойно. Вот тут у Путина, тут Путину что-то может не понравиться, и его банде. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, самой законной и самой легитимной, привет, Витек, да, самой легитимной целью для атак является именно Москва, потому что по-другому никак, по-другому никак. Иначе российско-фашистское вторжение в Украину не прекратится, потому что, ну, доходит до них через вот, через зад. Они же хотят вернуть все взад. Ну вот.